Дождь на калибрный прям идет, прям вообще все заливает, топит. Прикольный хостел на самом деле, 950 рублей я отдал, но я думаю это стоит того за номер. Номер удачный, хороший, в таком вот доме чудесном. Конечно ехать, как я вчера и планировал, на генеральный флот, ну и все творится. Это уже второй крупный калибрный дождь для сегодня. Поэтому я считаю смысла нету, в этом году с погодой мне повезло. Будет более рационально, говорю, поехать на электричке, потому что по пригородам ехать, ну, кто велосипедист, кто знает, что такое ездить по пригородам. Хотя мне тут уже насоветовали, ну, местные, простые люди, кто туда съездит, кто туда съездит. Они не знают, где я был, что я видел. И что мне их, как бы, приключения и их рекомендации, они так по стопу-по стопу вот. Ну, то же самое я увижу, только впрочем. И потрачу на это время и так далее. Дождь, короче, херачит. Ну, прикиньте, а прикиньте, когда вот такой вот дождь в горах вас застает. Да это офигеть на самом деле. Вот нет у тебя ни этого самого неукрытия. Представите, я вот даже перевал в велик толканье. А у тебя ни деревьки, ничего нету. Нету, то есть горы здесь все раз там. Бряните, все раз там, поднавесик, сюда-сюда. Ну, вот такие вот подключения велосипедные. Это стресс. А здесь в покое, ну, сейчас вот и из зима, в покое, ну, все. А за укрытие в походе можно душу дьяволу продать. Палатку, то есть, в какой-то, не поставим. Потому что, потому что. Потому что все мокрое будет. Подводы. Здесь значительно теплее, чем в Крисловодске, чем в Гарахте. Прям сразу же выходит. По-моему, трехэтажный город. Но я не знаю, я в районе этого вокзала. Сейчас буду искать хостел себе. Очень тепло здесь. Продолжается. Приехал я в Минеральные Воды. Думал, тут буду жить. А тут, блин, двух-трехэтажный город. Отели, блин, 3000 за ночь. Нету отелей, короче. И нечего, нет. Жара страшная стоит. Я доехал до аэропорта, далеко доехал. Купил билет, дешево купил. На четвертое. Прямой рейс будет аэрофлотом. Что-то за 8,5 тысяч. Я в Дональчика отдавал 18 тысяч. Че, еду, блин, обратно на вокзал. Поеду я в Кисловодске лучше буду жить, чем здесь. Как бы. Тут я не нашел, как бы, ничего. Все, еду. Единственная гора. Которая открылась. И вот эти вот переезды с велосипедом, в электричках, в самолетах. И вот эта вся транспортировка. Это, по-моему, самая сложная часть всего моего велосипедного похода. Вернулся я обратно в хостел. Выделили мне номер. Остаюсь тут на 3 дня. Буду жить и развлекаться. Все. Хочу просто шататься из угла в угол. Я его разгрузил велосипед. И поехал в одно место. Доеду туда я не знаю. За одну веточку. Я клею-то из похода. Попробую надыбать. Получится или не получится. В общем, ебить. Ну да, вот этот трек. Велосипедный. Он меня ведет по окольным путям. Смотрим, что дальше. Дорога вывела меня к таким пустырным пейзажам. Где-то там какие-то горы, как бы, да. И я езжу. Круто, да, это классно. Круто, классно. Мобильную дорогу. Что могу сказать? Степи на степи. Ставропольский край. Нету таких гор, конечно. Капартино-Балкария это горы. Ну, какие-то вот такие вот пейзажи. Еду. Жара. Уже скоро буду на этих водопадах. Сундуки. Как у нас в Кокаре. А водопады, что-то, видать, такие большие, что я их не вижу. Езжу, езжу. Мне их порекомендовали. Сейчас посмотрим, что там за водопады. Если стоило, я их сюда прямо. Пускай эруды. Цивилизованные люди. Ну, боже, да. Не будет. Сойдет. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас я, походу, встану вот по водопаду. Ох, не знаю. Короче, я иду к зоопарку. Вверху пролетают шипермена на тросах. Это прикольно, конечно. Вот. Ну, а, в общем-то, больше ничего смотреть. В общем, пошел я по тропе, по какой-то, до Кисловодска. Ну, тут камни, паскуда. Вон там карзанки. Пока едется, как дальше будет, не знаю. Вот в такую долину я выехал. Еду вот по такой тропинке. Местами камни, конечно, попадаются. Вдоль реки. Не очень удобно. Ну, да ладно. Едем. Это лучше, чем по асфальту ебить с машинами. Здесь хоть птички поют. Да и напоследок тоже, знаете, охота в другой местности чуть-чуть побывать. Вот зато потом в кафе зайду, поем вкусненько. Дай бог. Экшн-камера села. Здесь такая эко-тропа. Люди пешеходные. Люди ходят. Немного, но ходят туристы. И, по-моему, по этой тропе можно на халяву попасть. На медовые водопады. Так что, друзья, знайте. Смотрите там тропки. Ну, да, пейзажи красивые. Иду по низине реки. Местами вверх чуть-чуть. Потом вниз. Очень даже ничего. Вот сейчас немножко поднимемся. Здесь, может, мне и ветку, может, спилить какую-нибудь. И опять что-то, походу, песец. Дождик какой-то намечается. Но я уже тут не удивляюсь местной погодой. Блин, в офигенное место я зашел. Сейчас вот туристы встречаются. Я им подсказываю, как идти. Они мне сказали, что правой стороны реки держатся. Вот там морковка лежит. А там, эта, бутылка. Классненько. То есть, если так вот, да. Такой лес. Красивый. Но на велике тут все-таки поинтересно ехать. Прям я не ожидал. Не ожидал. Это еще хорошо, что я велосипед сделал. Тормозные колодки-то в ноль стерлись. Но у меня всегда же там проставка между... Ну, короче, шайбы есть. И неотработанные фрикционные накладки. Ну, в общем, я убрал эти шайбы, говорю, толкнул глубже диск. И оно хоть чуть-чуть стало... Ну, не чуть-чуть, а нормально стало схватывать вот эти вот остаточные фрикционные накладки. А вообще, блин, отличное место. Я не знал, чисто случайно узнал. Мужик с дороги мне подсказал, что вот, типа, до Кисловодска можно по этой дороге дойти там, мол, на замок выйдешь. Вот. Вот. И я и пошел по ней, чисто вот так. Сначала сомневался. А вообще, место хорошее. В каком-то смысле, можно хостел было бы не снимать. Это самое, там, дня два, говорю, здесь палатки пожить. Город недалеко там. Ну, как недалеко надо ехать. Около речки. Чисто, аккуратно. Шашлычки. А, не, ну, дожди вот это все. Не, нафиг. Не охота в дожди в лесу. Тут комары будут сразу кусаться. Да. Так приятно. Прям еду, наслаждаюсь. Такая у них, видать, возможно, это такие эдакие карачаевско-черкесские эти, солбы. Да. Интересно. Прям по ущелью едешь. Так приятно. А еще вот тоже как бы смотришь. Ну, я вот смотрю на этот самый. Как люди тогда отдыхают. Я там немножко снял, что, ну, это не по мне такой отдых. Вот они толпой, там, дети. Такие, вот именно организованный, вот этот цивилизованный отдых. Он такой, вот они как вот толпятся. Ну, много-много-много людей. Вот. Еще мне нравится, вот я еще как бы понимаю, семейный дикий отдых. Когда вот берут машину, куда-то едут в лес с палаткой. Это-то да. А по мне, видать, скорее всего, вот такой туризм. Ну, видите, блин, тяжелый был поход. И я опять поперся, блин. Я не выдержал. Два дня и все. Мне нужно куда-то срочно, блин, ехать. Хотя бы чуть-чуть. Ну, удовольствие я получаю. Впрыцкивается у меня этот дофамин. Короче, вот доехал я до места. Типа даже тоже, я так понимаю, туристическое место. Сюда автобус уходит. Отсюда, видать, люди пешком ходят. Я проехал весь путь минут, наверное, за 30. Интересно. В тени деревьев. Возле влаги воды. Очень интересный путь. Это лучше, чем я, если бы ехал по асфальту, обратно по той же дороге, по жаре, средь машин и посреди раскаленного асфальта. Очень здорово. Хорошая прогулка. Ну, в общем, друзья, что, надо заканчивать свой сериал. Поход все закончен. Я 4 дня нахожусь в Кисловодске. Отдыхаю. В Галину Рос пришел. Место подобное на рай, наверное. Потому что все веселятся. Такие деревья, птички поют. Все одно, как огнегревый лев и так далее. Поход был сложный. Я знал, что он будет сложный. И поэтому я стремлюсь. Пока можно сложные походы ходить, пока можешь. Потому что потом уже, наверное, и желаний не будет, и возможностей, может быть, не будет таких сильных. Ну, а что, понравился ли мне поход? Да. Прошел он, слава богу, без каких-либо эксцессов, каких-то там серьезных опасностей или что-то еще. Он только что дождь местами лишал, но бывали и просветы. Лучше гор бывают только горы. Горы разные. Горы в Таджикистане одни. Здесь более зеленее горы. Горы преобладают не так много цветов и красок, как, скажем, в Таджикистане или в Узбекистане. Но своя красота бесспорно есть. Нужно. Нужно иногда посмотреть на то, как живут в других местах люди. И седла велосипеда это гораздо более виднее. Вот, например, сейчас я без велосипеда хожу. Ну, просто как обычный турист. И ты мир видишь немножко по-другому. Ты видишь именно как турист. А с седла велосипеда, конечно, ты едешь и видишь это, как-то погружаешься. То есть в течение всего велосипедного похода ты как бы погружаешься в этот мир, в этот этнос, в ментальность того народа, который проживает там. Ну, и, соответственно, пропитываешься духом окружающей тебя природы. Да, кстати, по поводу выбора техники. Мой байплейкинг, конечно, очень здорово себя показал. Несмотря на то, что это быстрая пилотная версия. Задняя сумка просто замечательная. Отличные нагрузки. Ну, представляете, там постоянно каждый день такая долбежка. Там багажники порой не выдерживают. Ну, вот. Вот. А здесь как бы сумка хорошо, хорошо все, да, все сумки показали. И если делать уже, как говорится, серьезно, взяться за сумки, думаю, они отлично будут получаться. Именно с точки зрения износа устойчивости. Вот. По поводу подбора велосипеда тоже, я считаю, абсолютно правильно я выбрал велосипед, что поехал на маутинбайке. Единственное, что с колодками я просчитался. Колодки нужно запасные брать, потому что здесь колодки я стер. На гравийном велосипеде здесь не получилось бы. Тут бессмысленно гравийный велосипед. Тут все, весь его потенциал, все его скоростное преимущество там какое-то, оно утрачивалось. Потому что тут в основном происходят, говорю, осторожные спуски вниз и тяжелые подъемы вверх. Где очень часто тащишь велосипед на себе. Вот. Ну, я еще раз, да, нужны ли такие походы? Как бы это сложно назвать таким, как бы, туризмом. Это туризм, и я говорю, что пока можете, есть желание. Один раз, два, можно такие вещи сходить. Ну, конечно же, все-таки нужно понимать, что велосипедный поход. На велосипеде все-таки желательно ехать, а не тащить велосипед на себе. Вот такая вот у меня мысля по поводу... По поводу, надо было ли брать газ. Ну, думаю, может быть, в этом походе действительно нужно было взять газ. Потому что из-за постоянной влажности с приготовлением еды были проблемы. Но, опять-таки, тактика с питанием тоже правильная. И учитывая опыт Таджикистана, Хакассии, действительно, здесь я именно применил эту тактику. То есть никакой готовки еды, в плане, что там сидеть, да, там, кулинарное искусство демонстрировать в походе. Акцент именно чисто на какой-то этот самый... На калории... Ну, на калории, на восстановление энергетической ценности организма. Ну, вообще, на энергии, да, организма. По поводу народности, ну, по крайней мере, вот, кабардинцы и балкарцы. Изумительный, конечно, народ, мусульманский народ со своими традициями, со своими устоями. Все это мне, как бы, понравилось. Учитывая, они очень гостеприимные. Многие, вот, у нас, например, там, москвичи, в том числе, эти, как-то, может быть, жалуются. Это, наверное, особенности ситуативные. Потому что туристы, я вот видел в походе, вот, например, туристы, которые, вот, русские, в том числе, они ведут себя, иной раз, высокомерно, может быть, так, знаете, типа, что вот, ну, тут, знаете, белые люди. Я не говорю про всех русских, на моем пути попадались и замечательные русские люди, вот. И, соответственно, на некоторое высокомерие вот этих вот белых людей, да, может быть, и соответствующая кавказская вот реакция есть. В целом, отличный народ. Мне нравится вот женщина, у них ходят вот там в платках, такие все аккуратные, дисциплинированные. Мужчины у них также, как бы, верующие, я вот здесь иногда вот тоже ходил, смотрю, там по времени стукнуло, они уже там молиться принялись. Это значит, что народ, они, как это, богобоязнен. Вот. А если народ, конечно, атеистический, и в целом он, ну, как бы, теряет какие-то нравственные уже устои, так, купи-продай быстрее, вот этого человечность всю свою теряет, это тоже, конечно, на мой взгляд, неплохо. То есть кавказский народ в каком-то смысле, наверное, во многом у них следует многому поучиться. Наверное, может быть, исламский мир, вот этот мусульманский мир, да, вот. Отличный народ на самом деле. Конечно, тут я не говорю, среди них тоже, скорее всего, есть подонки какие-нибудь, да, ну, скажем так, нехорошие люди есть. Вот. Но, постоянно, вы сами видели, как бы, доброжелательность. Если ты к ним, с ними по-доброму, и они тебе ответят взаимностью. Вот. А, например, а если в той же Хакасии, иной раз у меня был случай, когда вот он, вроде бы, даже взрослый человек, какой-то старик, да, он те, воды жалко его набрать. Я там, помню, спрашивал в Хакасии, я говорю, слушай, дайте в адрес, ну, что ты тут в дороге наберешь? Я говорю, где я там пока в дороге наберу ключи, буду искать. Ну, такие, друзья, дела. Это по поводу народности. Вот. Я думаю, чеченцы, может, дагестанцы, я уверен, что такой же мирный, подразумевательный народ. В целом, поход-то получился, как бы, ну, он по километражу не очень длинный, он где-то, ну, 400 километров в совокупности. Вот. Но, учитывая именно наборы высоты и сбросы, и потом опять наборы высоты, это довольно неплохой. Конечно, некоторые велосипедисты могут сразу кидаться, вот, что-то мало, а я вот, а я-то вот, вот там-то где-то. Конечно, сдуру можно, знаете, и 20, и 30, и 50 перевалов взять. Еще, говорю, палку в одно место вставить, чтобы, говорит, прям для трэша, для эпики. Все-таки тут нужен очень четкий баланс, чтобы туризм и испытания, как-то, может быть, сочетались в каком-то смысле. Поход я назову, наверное, 10 перевалов Кабардино-Балкарии. Это, кстати, Долиноросрай, да. Вот. И это достаточно. Я, как бы, заложил, заложил столько такой маршрут, который мне покажется достаточным. То есть там, где я, в принципе, все увижу, то есть именно для души горы, перевалов. И, в принципе, мне кажется, вот четко-четко хватило. Конечно, когда я уже 4 дня мне посел кисловодки, конечно, у меня возникло ощущение, что лучше бы явно, ну, сейчас бы ехал. То есть с удовольствием бы, на самом деле, сейчас куда-нибудь ехал. Но не по перевалам, но таким, поумеренным, может быть, горам, да. Ощущение продолжения велосипедной покатушки, то есть чувство свободы, есть. Вот. Поэтому такие, друзья, дела. Это я вот прошелся, чтобы вам вот показать немножко этот рай, как выглядит. Может быть, я все-таки не выжил в этом походе и вещаю вам с того света. Ладно, друзья. Короче, подписывайтесь на канал. На этом, как бы, сезон велосипедных путешествий моих заканчивается. На этом сезон велосипедных моих путешествий заканчивается. Может быть, там будут какие-то походы. А вы, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и до новых встреч. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok